Всем салют! Вы на канале Energy Gaming TV. Меня зовут Игорь. И смотрите, какой прекрасный просто погода. Прекрасная погода, да. Прекрасная погода в игре под названием City Skylines, которую мы строим на новой карте и начинаем с заселения. Поехали! И первый заселенец у нас в новом районе. Владелец, отдается вот такой прекрасный двухэтажный маленький домик, но очень уютный. Владельцу Джеймс Шмидт. Правильно, да? Все, попросил за ним закрепить дом в новом районе, который, кстати, он же также предложил название. И кафешка у меня еще за ним висит тоже. Бизнес закрепляем. Секунду. Ну вот здесь на окраине, так это у нас универмаг. Нет, вот. Небольшой магазин. Ну, блин, выглядят они как кафешки же. Нет, не кафешки. Сейчас, подождите, найду кафешку. В общем, не так-то просто найти в городе у меня кафешку, поэтому отдаю универмаг. Вот. Вот, во владение тоже у воды, недалеко от дома. А там уже, если что, можно и в кафешку его переделать. Правильно? Поехали дальше. Следующее закрепление. Кирилл Смирнов попросил отдать ему школу. Кирилл, держи тебе школу. Обучай, учи, так сказать, пусть верзут гранит науки. И последнее закрепление у нас витрана установка. Уходит во владение Джеймс... Джейм... Джеймс Смин, блин. Ё-моё. Хотел неправильно прочитать. Вот. Так что у нас будут тут отвечать за одну из вышек, так сказать, чтобы все было хорошо и... Оборудование не устаревало. Устаревало. И всё. На этом сегодня заселение все. Как-то у нас скромненько на этой карте все заселяются. Ну, ничего страшного. Давайте назначим райончики новые и попрем уже строить. И Денис Тихонов предложил нам для этого вот небольшой промзон и лесного хозяйства. Предложил название Корвой. Я, если честно, не знаю, что это означает. Ну, вот, предложил. В принципе, оно никак не было назвато. И я называю его Корвой. Буду рад, если ты, Денис, объяснишь, что это вообще как-то значит для нас всех. Дэн Бро предложил поменять название вот этого района на название Капля. Объясняет тем, что это похоже очень сильно на Каплю. В принципе, да. Похоже. Согласен. Поэтому данный район у нас будет теперь называться Капля. Ну и всё. Районы названы. Люди заселены. Теперь давайте уже решать проблемы. И развивать наш городок. Так. А какие у нас проблемы? Проблемы у нас следующего характера. У нас снова опять помойки заполняются. Люди, я не знаю, они там вообще походу всё подряд выкидывают, что попадается им под руки. Вот. Ну и понятное дело, что, скорее всего, не хватает заводов. Нужно больше заводов. И продолжим потихоньку улучшать дороги. И расширять вот эту нашу живую зону. Тоже нужно будет. Также, я думаю, скорее всего, мы ещё пристроим здесь, ну где-нибудь промзону нашу. Единственное, правда, сильно не хочется её делать большой, потому что, опять же, будут проблемы с движением. Если сюда будет очень много ездить транспорта, то это вызвается и конкретные проблемы. Лучше, конечно, когда я выкуплю вот эту часть и провести отдельную дорогу к трассе, чтобы она отдельно примыкала. И тогда можно будет, например, грузовикам, ну не знаю, как-то запретить по этой дороге, ну не знаю, как-нибудь запретить им ездить. Так, благо, что я могу и я сделаю. И никто меня не остановит. Так, первое степенное, что я хочу сделать, это нам нужна ещё одна помойка. Точнее, утилизирующий завод. У нас один. Так, один стоит здесь. Потом один стоит здесь. И давайте один куда-нибудь поставим. А вот сюда, здесь, в принципе. Прямо у дороги, да. Почему нет? Лучше так я сделаю, чем, допустим, буду сейчас подводить, ну, уводить куда-нибудь сюда дорогу. Потому что, во-первых, это будет означать, что я здесь делаю перекрёсток. А у меня абсолютно ни к чему. Вот. И, как бы, и второе, ну, потому что здесь места не так много. Ну, а этот пятачок я не хочу занимать, потому что, возможно, здесь я ещё тоже что-нибудь построил. Может быть, ничего не буду строить, не знаю. Может быть, у тебя останется такой большой пятак, свободный. Как бы, так сказать, дистанция между деревнями. Деревнями, деревнями, блин. Всё, в принципе. Я думаю, наверное, со свалками у нас более-менее в порядке. Сейчас должно пройти какое-то время. И у нас мусор вывезется. Так. Что у нас касаемо дорог? Что у нас касаемо дорог? Ну-ка. Мы в прошлой серии... Единственное, только вот здесь я не улучшил дороги. Ну, здесь, в принципе, ваш жилой сектор, в общем-то, можно оставить и так. Будет такая вот, ну, как бы, как сказать... Правда, он такой, как бы, больше элитный, да, в таком месте, и асфальта нет. Ну, блин. Попозже, может быть, всё-таки как-нибудь придумаю, как это всё дело расширить. Просто, блин, придётся дома сносить. Вот. Ну, это, в общем, такое дело. Такое. Дома-то, ладно, тут просто может снестись дом, в котором у меня заселены люди. А это что такое у нас тут? Недостаточно клиентов. Это не мои проблемы. Я не знаю, это, скорее всего, связано с тем, что... Ну, то, что здесь домов рядом нет. Вот, скорее всего, в связи с чем это связано. Хотя есть машины едут, и как может быть недостаточно клиентов? Вот просто объясните мне, господа бизнесмены, как может быть недостаточно клиентов? Машины ездят. Значит, надо поставить какую-нибудь девушку с рекламой, чтобы она привлекала, там, к себе клиентуру, правильно? Ну, такая табличка, там, махала. Главное, чтобы только это. Это на дорогу не выходило, а то собьют. Так, хорошо. Что у нас по потребности? У нас коммерции у нас не ноль. А вот предприятие можно. Ну и давайте, коль уж я решил все-таки удариться в бизнес все-таки нефтяной, то и продолжим расширять данную сферу. Так, мы можем еще досюда где-то достроить, да, я так понимаю. Нет, здесь я, наверное, оставлю в покое. Давай, наверное, вот отсюда построим сейчас. Вот этот пяточняк возьмем. И начнем его строить. Половины. Так. Углы это все выбирание не для меня. А, я построю так. На глаз. У меня глаз-алмаз. Необрамленный. Ну и ладно. Так. Так. Не, подожди. Вот так вот лучше делать. То, что я заложу лишнее, это не лишнее. Это, ребята, с запасом, чтобы у меня все было ровненько. Потому что иначе будет дорога неровная. Так что не спешите мне уже писать, что неровно делаешь. Все под контролем. Так, здесь мы продолжаем наш райончик. Давай, наверное, все это выделим. Потому что мы сейчас пристыковывать будем вот к этой дороге. Опа. Вот так вот. И у нас получается такое некое кольцо. Только не кольцо, а, ну, такой вот угольник. Много угольник. С линиями. Ну, такой вот. Такая вот вариация кольца. Можно, в принципе, здесь... А у меня, кстати, светофоров и нет, да, по-моему? Не, нифига. Ну, пока проблем с движением нету, поэтому я не буду какие-то тут... Где будут проблемы с движением, там я буду делать светофоры. Делать главное второстепенное. Пока этих проблем нету, я делать их не буду. Ну, то бишь, я имею в виду конкретно работать с дорогой, да, там, главное-главное, если вдруг кто-то не знает, вот у меня есть настройка трафика, видите, тут можно назначить светофор, убрать. Ну, это все у меня в видео про моды есть по этой игре, поэтому этот мод, если вдруг кому-то интересно, можете в плейлистах поковыряться и найти. моды на City Skylines. Так. Хорошо, давайте сюда проведем водичку. Водичку. Идеально прям все так рассчитано, прям трубой одной прям все обходится. Отлично. Здорово. Какой я все-таки молодец. Как я себя люблю хвалить. Так. И вот так. Ну и все. Еще, кстати, я планировал же в этой серии сделать первые автобусные депо, потому что у нас уже довольно-таки большой, ну, город не назовем, скажем так, поселение у нас, деревушки большие, их много, и нужно как-то между ними перемещаться. Ну, будем считать, что не у всех есть возможность ездить на машине, да? И надо делать автобусное депо. Так. Со светом здесь все в порядке. Здесь надо будет эту линию веб сделать более аккуратную, потому что это просто безобразие. Конкретно мне вообще конкретно не нравится. Конкретно по конкретике. Без конкретной конкреторики. Как это я мне сказал? Ладно, давайте тогда подождем бабосики и будем организовывать общественный транспорт. Для начала какие-нибудь райончики объединю, ну, и потом в конце нужно все эти районы объединить поедино. Для этого нужно денег. Кстати, сколько у нас автобусное депо стоит? Оно стоит добрых 30 тысяч. Да, не слабо. Кстати, а что у меня? А, 3 тысячи, я думал 300, думаю, господи, что за цена такая 300 евро там получаю? Ужас. И все нормально. Посмотрите, караван засранцев приехал. Нет, ну, кстати, с мусором у нас все хорошо. Город мы очистили, все, больше нет у нас проблем с мусором. Так что достаточно у нас. Давайте эту свалку тоже закроем. Сейчас, кстати, ну, и с этой свалки еще будут вывозить. И свалки мы очищаем, и убираем их. И все хорошее. Оставим только заводы. И все. И это круто. Ну, а я пока жду бабосики. У нас, кстати, осталось. А, кстати, можно дождаться. У нас осталось, в принципе, только тысячу. У нас будет 30 тысяч. И я просто думаю, куда бы нам поставить первое депо. Скорее всего, я буду объединять вот этот район. Автобусным линией. И для этого района я здесь поставлю отдельное депо. Потому что, если... Ну, хотя, опять же, я не знаю, как они настраиваются. К сожалению, я не могу конкретно настроить, что если я здесь поставлю депо, и автобусы будут ездить только по этой линии. Хотя, скорее всего, может быть, так оно и будет. А потом поставлю здесь депо. И, например, что из этого депо не поедет автобус сюда работать. Потому что, по крайней мере, такая вот система с полицейскими участками не работает. И со свалками тут... со свалками тоже. Она вроде как не работает. Хотя, может быть, и работает. Это свалки меня не проверял. Вот пожарные, полиция, скорая бывает где-нибудь проблема, допустим, в этом районе. Вот, да, видите, полиции здесь не хватает. Поставлю здесь полицейский участок. Хотя, кстати, где-то он здесь есть. Да, ну-ка, сейчас проверим. Да, вот, видите, есть. А при этом здесь нарушение. Ну, уже все, решили проблему. Вот, как специально, да, быстро так все. Увидели, что мэр наблюдает. Такие, оп! Все, там, наручники там заковали и в багажник увезли куда-то в другой город. А, например, здесь нет полицейского участка, это, грубо говоря, да? И здесь все нормально. Вот, я не знаю, по какой системе вот эта вся ерунда работает. Ну, как бы, как бы вот этого я не понимаю. А вот с автобусами, вот это, кстати, интересный вопрос. Надо бы обратить внимание. Ну, мы сначала сделаем вот здесь вот. Хотя, нет, кстати, я вот в прошлой карте своей замечал, что как раз они где-то депо ставишь, теперь если проводишь их, там они, оттуда автобусы и выезжают. Соответственно, например, если я здесь сделаю красный автобус, они, скорее всего, будут из ближайшего депо ездить. В общем, что-то я замудрил. Давайте уже в конце-то концов поставим депо. Блин, приятно, когда у тебя город деньги зарабатывает, да? Так, а давайте вот здесь вот рядом со складбищем. Я всегда люблю складбищем ставить автобусное депо. Не знаю почему. Не ищите в этом никакой логики. Я не знаю. Просто вот я вот, по-моему, ни в одной игре, где я играл, у меня всегда рядом с кладбищем стоит автобусное депо. Либо электростанция, либо депо. Одно из двух. Я не знаю почему. Это у меня уже традиция такая. Так. А, что такое? А, что такое? Какая-то мод, слушай. Бус-а-а-а. А-а-а. А-а-а. Это же автобусное депо. Точно модификация. Я про них забыл. Ну, пока поставил стандартную. Потом будем, если что, уже ставить новые. Так, давай тогда мы объединяем этот район. У нас автобус едет сюда. Да? Давай цепляем вот этот райончик. Так, проезжаем. Проезжаем вот сюда. Вот сюда. Заезжаем вот сюда. Так, затем едем. Так, давай. Заезжаем сюда. Сюда. Сильно длинные маршруты я делать не рекомендую. Иначе будут проблемы... Такого плана, что на остановках будут застаиваться люди. Но это даже не такая большая проблема. В общем, там софт-топ... Короче, будут проблемы. Я объяснил, да? В общем, не рекомендую все тут. Опять же, из своего опыта просто, ребят, скажу. Лучше сделать много маршрутов, но... Не длинных, чем сделать один. Но такой, что он будет через весь город ездить. С этим будут свои связанные проблемы. И с движением... Как бы автобус это будет выделяться необходимое количество. Ну, а правда... Единственное, только ездить они будут друг за другом, да? У них нету дистанции, как принято, допустим, у нас, да? Там дистанция, там... Временные какие-то рамки. Там 7 минут. А они вот едут друг за другом. Собираются и едут вместе. А потом люди копятся. Ну, как бы, по сути, это никак не влияет на довольство людей, вроде как. Это, как бы... Ой, у меня, оказывается, ночь. Как бы это, вроде как, не влияет. Ну... Как бы и кабы это, как бы, такое... Так, автобусные остановки можно делать не обязательно здесь. Не отсюда начинать. Это я просто первый сделал. Здесь же, опять же, я не буду делать все, потому что, иначе это будет пробка большая. Хотя автобусы сработают лежать все в одном месте. Так, давайте, когда... Теперь где-нибудь вот здесь вот начну, отсюда вот. Так, потом мы идем вот сюда. Это тебе сейчас... Подожди, как ты поехал-то? А почему так-то? А ты что, односторонний? Ну, нет. Непонятно. Ну, давай отсюда вот. Сразу машину себе сейчас зацени. Сюда. Сюда. Так. Затем мы проезжаем, опять же, через вот здесь. Так. Так-так-так-так-так-так. Проезжаем сюда. Весьма очень интересное занятие подбирать маршрут для автобуса. Не, на самом деле, это без шуток. Вот, потому что здесь можно неплохо так накосячить, на самом деле. И потом... Ну, если вдруг я где-то накосячу, вы это об этом узнаете. Просто очень серьезно можно накалить движение в городе. Ну, в городе, в деревне, как бы. Что бы вы ни делали, в каком стиле бы вы ни строили. Ну, у меня, допустим, это вот такие вот фермерские владения изначально. Там деревеньки такие, не знаю. Мини-городки, да. Мне вот нравится в таком стиле, как бы, делать, делать. Вообще, в городе с этим, я просто когда города... Ну, города есть, где я строил, да? Там очень и очень серьезные проблемы с этим возникали. С автобусами. Часто очень пробки были как раз из-за автобусов. Из-за мусоровозов. Ну, и так, потом подобное. Так. Блин, надо было цвет поменять, а то я запутался. Где что? Что где? Сюда. Сюда. Что-то я вообще попутал все на свете. Ну, так вот. Так, ну и давай, наверное, сейчас автобусы поедут. Вот, 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 вот. Стоять. Стоять, сказал. Так, ты у нас сюда, по-моему, отвечает. Да, да, да. Вот, цветовая. И давай тебя сделаем беленьким. Зачем я поменял? Можно просто так в край. Все, беленький цвет. Маршрута менять не буду, пусть будет. Кстати, это модификация на автобус. Это у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, то ли Мерседес, то ли МАН. Да, да, да. Тоже, видите, через один. Вот это стандартный. Нифига. Погоня за мусоровозом. Не, ну, я шучу, конечно, там. Они просто идут на вызов. Через один. Надо было, кстати, еще какие-нибудь модифицировать. Ну, просто я, на самом деле, не очень много автобусов нашел интересных. Поэтому потом, если что, еще-еще поставлю. Так, ну и что у нас? Давай посмотрим, что там с маршрутом. Намудрил. Вот он у нас проходит. Да не, в общем-то, нормально, более-менее. Все, получается, мы объединили этот район с этим. Так, здесь у нас район объединяется с этим. Здесь, если что, люди с пересадками будут ездить. По факту это все, ну, уже, в принципе, устраивает нормально. Должно быть. Людям должно быть нормально. Так, хорошо. Отлично. Секунду, телефон звонит. Блин, ну, как вот так вот тут люди звонят, вот, не в нужный. Ну, я не мог не взять, к сожалению, здесь это нужно было взять. Единственное, только надеюсь, что YouTube за эту музыку меня не накажет. Как бы музыка такая, в принципе, популярная. Авторские права, там все дела, блин. Забыл на беззвучие поставить вот тут. Блин, диски. Ладно, поехали дальше. Еще одну остановку сделаем. Так, давай, наверное, тогда мы сейчас объединим. Так, объединим вот этот, пожалуй, вот этот райончик полукруглый, да? С этим районом. И с лесом. Да? Наверное, да. Так, здесь мы, допустим, сделаем дорогу отсюда. Маршрут. Пошел у нас. Потом сюда. Потом, ну, давайте здесь остановимся так же. Кстати, можно там же, на тот же маршрут, ну, на ту же остановку прихерачивать. Ничего в этом не будет. Как в реальности, на одной остановке же разные автобусы остановятся. Прикиньте, у каждого автобуса была бы своя остановка. Это же было бы шикарно. Слишком. Так, давай вот здесь эти сделаем, чтобы у них с этим, с клиентом не было проблем. Я вам сейчас тут сделаю вот так вот. Так. Здесь тоже сделаем проезд автобусов. Так. Так. Заодно проверим, будет им хватать народу или не будет. Так. 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 Вот так. Я неправильно, неправильно говорю. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Все. Отлично. Еще один сейчас маршрут. Сейчас у нас там выползет автобус. Я... Эй, подожди. Вот. Вот он полез, да, по-любому. Стопе, я говорю. Так. Ты у нас будешь черным? Хорошо, когда вот в начале автобуса выбираешь. Тут очень все просто в цветовых категориях. Потому что потом ты уже будешь ломать голову. А какой бы тебе цвет выбрать? Это тут у тебя уже есть. Тут уже есть. Ну, по сути, это такая запара, на самом деле. Чисто по-свойски. Ну, по сути, можно не париться. Синий делать все. Ну, блин, просто одного цвета тоже делать. Маршруты. Захожешь где-нибудь какой-нибудь маршрут переделать. И хрен поймешь, где, что, куда и почему. Все. В общем-то, маршрут тогда мы сделали. Этот рай мы объединили. Хорошо. Давайте займемся еще образованием. Нам нужна еще одна шкела. Вот это вот. Давайте еще поставим куда-нибудь. Так. Здесь у нас есть. Здесь у нас есть. Так. Так, 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 так. Подожди-ка. Давай, наверное, куда-нибудь вот сюда поставим. Блин, хотя здесь рядом вообще-то. Пока будем встать дистанционно. Так. Давай, куда-нибудь. Да. Блин, здесь не такое уж большое место. Не так много домов, на самом деле. Ну, ладно, пусть будет. Ладно. Здесь у нас не так мало подписчиков заселилось, поэтому можно поставить и нормальное учебное учреждение. И, кстати, вот я это здорово-то поставил, а у меня маленькая эта школа здесь вообще есть. Да, есть, слушай. Вот здесь нету. Можно здесь еще поставить. Влияние вот этой высшей, как она называется, высшая школа. Ну, будем называть ее старшей. Она очень большая, да, видите, сразу распоставляется очень сильно, поэтому, по сути, можно хоть куда ставить. Влияние будет очень серьезное. Давай сюда поставим, потому что у нас здесь школы нет. Сюда поставим школу. Так, и у нас кончились бабосы. Нехватка рабочих. А вот сюда как раз, чтобы была хватка рабочих, нужно подводить автобусы. Подводить автобусы, ставить службы. Я имею в виду в плане пожарной, полицейский участок, чтобы, ну, все было как положено. Сношу бульдозером вручную, потому что почему-то мой мод бульдозер не работает на автоснос. Не знаю, почему он сказал. Вдруг с каким-то модом у него конфликт. Может быть, кстати, опять же, с Рикой. Ну, хотя, при чем-нибудь вообще Рика и бульдозер, я, если честно, не понимаю. Вообще, друг друга не касаются моды. Ну, вот почему-то такая вот система. Хорошо. По дорогам. Где у нас еще пересеченный? Так, ну, эти я пересеченные делать не буду. Это как бы так и запланировано. Они у меня так и останутся. И здесь тоже я ничего делать не буду. Это как бы так и запланировано так и останется. Так, здесь тоже не буду. Здесь пока тоже решил не трогать. Ну, смотри, кстати, мы нормально везде асфальт проложили. В принципе, все везде хорошо. Там всю внешнюю связь меня просят. Обойдутся пока. Ну, типа, дорога вроде не обидится дальше никуда. Я, правда, не знаю, куда я там продлевать, честно. Не увидел я там границ, куда там, где там дорога пристыковывается. Ну, где-то, видать, пристыковывается. Что, да, типа кумекую. Да, кстати, вот проконтролировал сейчас там, где были проблемы, нехватка клиентов, да, или нехватка рабочих. Там, где проезжает автобус, данная проблема исчезает. Вот, не сразу бывает, но, в принципе, в пределах какого-то времени прямо она исчезает. Вот, так что, да, вот если вдруг у вас будут какие-то проблемы, например, да, вот нехватка рабочих, здесь у нас почему-то она еще пока не решилась, давно висит. Здесь у нас тоже пропало то, что нехватка там товаров, нехватка клиентов, тоже исчезла данная проблема. Вот, если так, что у вас будет такая проблема, если вы будете сами играть в данную игру, то сразу имейте в виду, нужно сразу, значит, ставить автобусы. Нужно, чтобы люди ездили. Здесь у нас, у нас здесь еще просто нету автобусного депо. И, я думаю, скорее всего, мы будем сейчас ставить еще одно депо. Здесь у меня уже есть маршруты эти районы. Потом я буду делать, скорее всего, еще маршруты также брать, но это не сегодня. Вот, брать маршруты, которые будут у нас обвинять наши, так сказать, районы, например. Ну, не только здесь, а один маршрут, например, будет обвинять, ну, например, вот эти вот три района. Ну, как бы так забирать, да, или, например, еще вот с этими. Ну, как бы, чтобы в другие части города тоже, ну, так сказать, наши карты тоже могли добираться. Все, 30 тысяч у нас есть, поэтому можно ставить еще одно автобусное депо. Давайте посмотрим, я другое поставлю, модифицированное, как прозвучало, да, модифицированное депо. Так, давайте мы его поставим вот здесь вот, удобненько будет. Вот, насчет того, что здесь рядом с валкой, по сути, это все равно мы даже можем так подальше поставить. Видите, с деревьями. По сути, оно такое же, как и то, только с деревьями и цветовой. Ну, там у меня, получается, еще одно есть, но мы потом другое поставим. Так, и первую остановку мы, по традиции, сделаем, конечно же, отсюда вам. Остановки, они, по-моему, бесплатные, да? Да, они бесплатные, так сказать, атрибутика. Неотъемлемая. Так, давай тогда вот отсюда. Первая остановка будет у нас на районе Капля. Так, потом мы проезжаем, здесь останавливаемся, здесь у нас тоже видим, там, кладбище, и, в общем, есть ради чего остановиться. Потом здесь мы сделаем вот так вот проезд. Сюда. Сюда. Так, потом здесь у нас это что такое? Потом, по-моему, кстати, а, это, по-моему, пожарная часть. Ну, давай тоже здесь остановимся. Здесь. Так. Как бы мне тут так это все дело сделать-то по-интересному, что у меня тут это неинтересно, ни хрена. Давай сюда. Так вот получится немножко кривовато, конечно. Не совсем то, что бы мне хотелось, но да ладно. Так. Обратно, давай так же проложим сюда. Ну, здесь там потом на разворот, и все. И первый маршрут готов. Сейчас ждем автобуса первый. По традиции меняем ему цветовые, цветовые настройки. Давайте этот сделаем зеленый, темно-зеленый. Ну, такой не совсем темный зеленый, но зеленый. Так вот сделаем. Так, и давайте следующий маршрут мутить. А следующий маршрут мы будем мутить с вами. Со мной, с вами, с вами, со мной. Так, куда же мы поедем-то? Давай начнем отсюда вот. Так. Потом проезжаем вот такие вот сюда. Блин, здесь вот я уже обратил внимание, здесь начинается легкий-легкий такой, так, проблема с движением легкая. Так, ну давай. Кстати, уже довольно-таки, уже начинается даже нелегкая. Она будет в следующей серии заняться развязкой. Сейчас я сюда еще автобус отправлю. Вообще будет с роллом. Так, потом мы проезжаем. Сюда. Цепляем этот. Короче, это будет у нас довольно-таки длинный маршрут, как я понимаю. Но он, на самом деле, необходим. Все, вывозим так же. Сюда прокладываем. С разных краев, да? Здесь у нас нету, вроде, остановок. Нет. Потом сюда. Да, отлично. Здесь у нас нету, остановок. И вот здесь другой стендок проезжаем. И хорошо. И очередной маршрут. Такой довольно-таки длинный. Но надо будет там делать какую-то развязку, потому что сейчас покажу, где. Ну, думаю, вы поняли. Там, в принципе, видно. Давай сделаем синий, только темно-синий. Такой, правда, я не знаю, там, пол, только крыша потемнело, да? Так, ну-ка, дай-ка, посмотрю. Сейчас, правда, ночь сейчас, наверное, скорее всего, уже не такой будет движение. Да, ну, видно, что здесь уже такой прям конкретно начинается запарова. Потихонечку, полегонечку. Ну, как говорится, большие проблемы начинаются с маленьких. Здесь у нас, правда, пока ни стафоров, ничего нету. Но я пока что-то делать не буду. Возможно, мы обойдемся развязочками какими-нибудь. Это все я буду делать уже в следующей серии. Не сегодня точно. Так, свалки чистятся. Работников снова опять не хватает. Но это, скорее всего, это все исправится со временем. За это я не переживаю. Это как бы оно горит-горит, а потом исчезает. Единственное, только здесь надо будет поставить службу. Здесь у нас полицейского участка не хватает. Кстати, давайте-ка... Где у нас не хватает полицейских? Тут у нас то там, то там не хватает. Что такое? Участок вообще? Он стоит... Он стоит 8000, нормально. Можно, в принципе, здесь поставить тогда. Здесь у нас какие-то проблемы с законом. Ну-ка, что там за участок? Небольшой, это у нас шрифт. А тут у нас шрифт, знаете, такой в шляпе такой сидит. Такой суровый, такой дядька-шрифт. Я шрифт в этом городе. Вест там прям какой-то напоминает сразу. Ладно, друзья, давайте, пожалуй, на этом сегодняшнюю нашу серию закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, заселяйтесь, закрепляйтесь. Пишите, куда хотите, что хотите. В общем, закреплю, заселю в лучшем виде, в самый лучший дом, в самый лучший бизнес и так далее и подобное. Если же есть желание. Если нет, то, ну, нет. Окей. Всем до скорой встречи. Всем пока.